Ребята, всем привет! Очень многие у меня спрашивают про тайм-менеджмент, как распределить свое время наиболее успешно и удачно, чтобы успевать все или хотя бы максимум из того, что можно в принципе успевать. У меня есть одно единственное постоянное правило, которое я выполняю всегда, помимо всего остального, что можно сюда приплести, и оно звучит именно так. Все, что не выполнено до 12 ночи, остается невыполненным до завтра. И не имеет значения, насколько это важно, будь то недописанная курсовая, незданный проект, презентация, неподготовленные вопросы к экзамену. Неважно. Если вы будете себя мучить до двух ночи, пытаясь доучить что-то, дописать что-то из последних сил, утром вы проснетесь абсолютно разбитыми, у вас не будет ни капли информации из того, что вы изучали полночи, и я считаю, что намного целесообразнее будет просто поспать, успокоиться, чем тратить это время, потому что оно будет потрачено так же непродуктивно. Никакого огромного количества знаний вы не получите. Несмотря на то, что бытует миф, что студенты живут ночами и за три дня готовятся к сессии, это огромная нагрузка для организма, и я вам скажу так, после того, как вы сдадите экзамен, вы ничего не будете помнить, если вы будете сдавать его именно так. Если же вам важно тупо сдать экзамен, тупо что-то просто сделать для галочки, потому что надо, окей, этот способ подойдет. Но если вы хотите что-то именно выучить, и вам важны знания, я вам советую приерживаться такого же образа жизни, как и я. И на самом деле, несмотря на то, что кажется вполне неэффективным, оно достаточно хорошо работает. Потому что я могу привести вам пример своих экзаменов. Некоторые билеты я вообще не понимала, некоторые билеты я вообще не помнила. Даже если они мне попадались, мой мозг из-за того, что он выспался и отдохнул хотя бы 6-7 часов, а экзамен у меня начинался в 10, то я могла поспать даже 8 часов, он вспоминал какие-то хотя бы минимальные знания, которые когда-то он уцепил на лекции или на семинаре. То есть я что-то вспоминала. У вас может возникнуть вопрос, а как же тогда все успеть, чтобы до этих 12 часов ночи можно было все прекрасно сделать? Как успешно выполнять все задачи и поставленные цели, при этом вкладываясь вот в этот временной отрывок, потому что день настолько короткий, настолько его мало, хочется 48 часов в сутках, которых, к сожалению, нет. Я вам, во-первых, советую писать списки, которые теперь для меня не работают, потому что я научилась работать сама с собой. Но, тем не менее, на первых порах я советую вам написать список дел, причем расположить их по важности и по сложности. На первом месте, конечно же, пишите самые сложные, самые важные, самые затратные по времени для того, чтобы начать именно с них. Потому что никогда нельзя приступать, раскидывая какие-то мелкие вещи, то есть здесь я легкое сделаю, здесь я легкое сделаю, и у вас остается самый трудный аспект, самая трудная вещь, которую вы должны были выполнить. У вас не будет на нее сил, у вас не будет никакого желания, и у вас не будет финального чувства удовлетворения от выполненной работы. И я думаю, вам это вообще не надо, потому что вам нужно что-то положительное в своей жизни, и чувство поставленной галочки возле какого-то пункта, вот я понимаю, это нужно. Поэтому начинайте выполнение всех дел за весь день, самых сложных и затратных по времени. И когда вы наконец-то завершите их, вы поймете, что основная часть уже выполнена, все самое сложное позади, и теперь все остальные будут казаться просто мелочами, и вы сможете все выполнить, и будете чувствовать себя хорошо по окончании дня, когда вы можете поставить все галочки напротив этого списка. И это очень подходит людям, которые любят выполнять что-то для того, чтобы вычеркнуть, поставить галочку. Я раньше была таким человеком, и мне безумно это нравилось. То есть я получала удовлетворение от того, что я тупо вычеркиваю какие-то вещи, которые я сделала. Дальше, когда вы уже немножко привыкнете к себе и поймете, как же вы распределяете свое время, сколько у вас тратится на определенные вещи, вы уже можете избавляться от этих списков и просто в голове держать то, как вам нужно все выполнять. И при этом очень важно оставлять время на отдых. Я уверена, что никакие цели, никакие просто труды не должны проходить без отдыха. Не имеют значения, если где-то параллельно не было хотя бы какого-то часа отдыха, потому что все равно нужно разгружать себя, нужно давать мозгу отдохнуть, потому что когда мозг работает как просто бесконечный двигатель, вечный двигатель, он устает. И устает так же, как вы, когда вы пробежите 10 километров, и, конечно, вам хочется отдохнуть. Нужно полежать. И самый злой, наверное, наш враг, от которого я сама не могу избавиться, если честно, мы не будем об этом никому говорить, но это телефон, это интернет, это то, что забивает наш мозг, когда мы пытаемся себя развлечь и пытаемся отдохнуть. Самый лучший способ отдохнуть — это просто лечь, закрыть глаза. Я не говорю, что спать, потому что после сна лично у меня все намного хуже. Я не хочу ничего делать, и у меня просто день рушится. То есть если я поспала в 4 часа дня, можно ложиться дальше до утра, потому что я ничего не сделаю в этот день нормальному. Либо я буду тянуть до 9 вечера и потом что-то через пень-колоду сделаю. Поэтому я просто вам советую лечь, полежать и отдохнуть с закрытыми глазами для того, чтобы это был реально полноценный отдых и полноценное расслабление, а не какое-то скрытое расслабление, которое выражается просто в очередном серфинге по интернету и, я не знаю, там, перепискам ВКонтакте, лайкам в Инстаграме и прочему. Потому что это также приковывает ваше внимание, это также заставляет ваш мозг работать. Даже если вы думаете, что это не имеет никакого значения, что это бесполезно и это не приносит вам никакой пользы, мозг так не думает. Мозг думает, что вы подкидываете ему новую дозу информации, что нужно опять работать, нужно ее перерабатывать и нужно просто держаться в строю. Для того, чтобы еще успешнее распределить свое время, нужно всегда помнить, что многие из нас ездят в школу, в университет, на работу, и мы тратим огромное количество времени в общественном транспорте. И сейчас общественный транспорт стал достаточно удобным, и зачастую там можно найти место, если это, конечно, не час пик, но в любом случае вы можете тратить это время, особенно если это час и полтора, знаю по себе прекрасно, на подготовку к каким-то важным вещам, либо на выполнение каких-то заданий, выполнение каких-то других целей, которые вы себе поставили. Даже если вы ломаете правила про то, что нужно выполнять сначала самое сложное, как минимум вы сможете в общественном транспорте облегчить себе жизнь на будущее и выполнить какие-то подпункты, чтобы вам не пришлось прикасаться к этому потом уже дома или на учебе. Поэтому, если в вашем городе есть метро, и ваш путь от одного места назначения до другого занимает достаточно длительное время, не стесняйтесь, раскладывайте учебники на холенях, читайте, конспектируйте, записывайте. Я не знаю, там, слушайте лекции, смотрите видео какие-то, что угодно, то, что вам поможет. И никогда не думайте, что люди посмотрят на вас странно. У меня было такое ощущение реально первый, наверное, месяц, когда я училась в универе, потому что у меня был учебник по английскому, вот А4, вот такого размера. Мне было очень неловко его доставать и что-то там сидеть, писать, но потом я поняла, что за час в метро, извините, только в метро, за час в метро я успеваю сделать все домашнее задание и даже сделать что-то наперед, и мне не приходится этим заниматься дома. То же самое касаемо книг. Я понимаю, что многие книги люди не носят с собой в школу или в университет, потому что они достаточно тяжелые, и это факт, блин. И, несмотря на то, что я люблю толстые обложки, вот эти вот твердые обложки, они все весят много, и они дают нагрузку на спину, на плечи, если вы носите их в сумках. Никогда не отказывайтесь от электронной версии. И если вам кажется, что этого учебника нет в интернете, поверьте, он есть, потому что в интернете есть все. Нужно просто правильно искать. Краткий гайд, как это делается. Вы открываете контакт, просто в контакте, и дальше выходите на вкладку поиск, поиск по записям. Там можно найти все, что угодно. Можете писать фамилию автора просто, можете писать фамилию автора и приписывать PDF, тогда вам сразу выдадут посты, где есть этот файл в PDF. И вы можете найти все, что угодно, можете найти вплоть до ответов каким-то учебникам. То есть это действительно очень удобно, и в моем телефоне огромное количество книг и учебников, даже моих мгимошных, которых, казалось бы, нельзя нигде скачать. И именно по ним я занимаюсь в основном. В библиотеке я практически не беру книги, потому что они мне не нужны, у меня все есть на телефоне и на планшете, я могу этим пользоваться спокойно. Но тут есть один нюанс. Есть люди, для которых это не подходит, потому что либо у них садится от этого зрение, либо у них сильно напрягаются глаза, либо это просто им не подходит, потому что действительно им сложно воспринимать информацию с экрана. Я это прекрасно понимаю. И для таких людей я могу посоветовать только брать с собой книги, либо брать с собой книги тонкие по саморазвитию. Допустим, если вы хотите уделять больше времени литературе и что-то читать, для вас всегда есть под рукой Pocketbook Edition, все вот эти вот маленькие книжечки. Они легкие, они тонкие, и вы можете прочитать что-то для себя, вы можете за этот час отдохнуть, вы можете посвятить время себе, и тогда вы сможете дома уделить больше времени именно своим делам. Не будет у вас чувства неудовлетворенности от того, что вы бегали за какими-то никчевными делами, которые кажутся вообще ненужными, и не успели посвятить время себе для того, чтобы отдохнуть и почитать что-то именно для себя. Сейчас будут очень вредные советы из разряда тех, что мы читали в детстве, но они действительно действенны, и они особенно действенны для студентов. Те, кто сейчас только поступил на первый курс, я советую вам пока этого не слушать хотя бы полгода, побыть прилежными учениками, но тем не менее, люди, которые учатся в университете хотя бы год, прекрасно понимают, что большинство лекций, скажем так, не самые интересные. При всей харизматичности лектора на четвертой паре на лекции, но ты явно не хочешь ничего слушать, тебе хочется уйти в закат и поскорее. Но так как в основном количество университетов за это ставят НКИ, не все старосты поддерживают это, не все старосты готовы, как они говорят, прикрывать вас, у вас не получится уйти, и у вас будет ощущение, что вы тратите свою жизнь, потому что вы и так не слушаете, и вы не можете ничего сделать, и зачем мне это вообще все. Лекции это, скажем так, принудительно добровольные классы, на которые вас заставляют ходить, потому что будут ставить НКИ, но при этом они как бы не обязательны, вы можете вообще там ничего не слушать. Это объясняет, что вам нужно делать, если вам неинтересна лекция, если вам вообще не хочется ничего слушать. Вы берете тихо, чтобы никто не видел, чтобы не было вот этого дикого, показушного перед преподавателем действа, открываете какой-нибудь учебник онлайн на телефоне, открываете, может быть, тетрадку для какого-то иностранного языка, и просто занимаетесь делами, которые вам нужны. Я знаю, что мультитаскинг очень плохо, и есть очень много всяких учений, которые доказывали, что когда вы распыляетесь на много действий, просто это отвратительно и хуже влияет на ваши способности, и вы хуже все запоминаете, но тем не менее, вы ни одно не слушаете, ни другое не делаете, и пользы никакой не получаете. Так хотя бы вы можете сделать какой-то письменный английский и иностранный другой. Вы можете потратить хотя бы какое-то время на то, чтобы сделать вещи, которые вам не придется потом дома делать. И это же касается обеденных перерывов. Я редко ем обеденный перерыв, потому что он после третьей пары, и как-то я поем до этого, или я с собой что-то ношу. Если я ем, то ем 10 минут, а обеденный перерыв составляет 45 минут. Если отвлечься от наших разговоров с девочками, с моими подругами, в основном мы все пытаемся сделать письменное домашнее задание, чтобы хотя бы как-то облегчить себе жизнь. Не потому что оно такое сложное, не потому что его так много, а потому что просто одно объяснение. Вам не придется его делать потом, вам не придется прийти домой и сделать его. И еще совет для тех, кто сейчас в последних классах школы и в университете. Бывают дни, когда после пары уроков у вас остается достаточно большое количество времени. То есть практически весь день свободный, вы вроде бы все сделали, или задали не так много, и у вас реально много свободного времени. И вы думаете, полежу-ка я посмотрю видосы, посмотрю какие-нибудь посты в Инстаграме, я не знаю, там почитаю какие-нибудь статейки, еще что-то. И я вам посоветую сделать немножко по-другому. Как только вы приходите из заведения, либо школы, либо университета, просто потратьте хотя бы полтора часа на то, чтобы поспать. Я сама сказала, что я чувствую себя разбитей, и я не могу делами заниматься после того, как я посплю днем. Но тем не менее, когда вам и так не надо в этот день заниматься делами, почему бы не дать бонус, не дать допинг своему мозгу, отдохнуть хотя бы чуть-чуть, просто чтобы он немножко расслабился, и вы немножко расслабились. Потому что сон — это всегда прекрасно. Особенно люди, которые спят под пять часов, как я. Вот для них сон — это просто лучшее, что есть на этой планете. Поэтому я вам реально искренне советую, вместо того, чтобы скроллить интернет, и что-нибудь там искать, и просто быть поглощенным в свои телефоны, ноутбуки, планшеты, и что-то такое, просто полежите и поспите. Если у вас есть какие-то советы, как распределять граната в свое время, пожалуйста, напишите их в комментарии, потому что я пользуюсь такими, и будет классно почитать, какими пользуются другие люди, а также будет классно другим ребятам тоже поискать какие-то новые варианты для себя, потому что я понимаю прекрасно, что мы все индивидуальны, и, допустим, мои способы могут не подойти многим другим. Если вы досмотрели это видео до конца, спасибо вам огромное за просмотр, и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok